Так, наша парикмахерская готова. Так! Да? Да! Конечно, я думала, она будет побольше. Нет! Все даже не вмещается. Нет! Что, нет? Нормально? Тебе нравится? Да! Не хотелось бы побольше? Нет! Да! Вот так она спереди выглядит. А тут я иду. А вы бы зашли в такой салон красоты? У вас не так крутится. Крутится так, да? В общем, вот. Все. Мы доводны, правда? Нет, не трогай. Пальчиками нельзя. Все, скажи всем пока. Пока! Ставьте лайки. Окроем. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Новый день на нашем канале. Прям уже не знаю, что и делать. Вроде как я уже должен на работу, наверное, пойти, коль коронавируса не имеет. Но в то же время захожу в аппликацию и мне показывает, что я еще есть на карантане. Звонился в поликлинику и непонятно, где концы. Короче, не знаю, на завтра телепараду заказал. Не знаю, вроде выходить дома не могу, но никто не звонит меня контролировать. Так что подскажите, у кого было. Может быть, это приложение просто... Уже не смотреть на него? Да ладно. Чем там занимаются мои? У меня было, я тебе говорю, но ты меня не слушаешься. Ну, ты просто не заходила. Может, у тебя тоже висело. Так и ты не заходи, просто не обращай внимания. Так, я пришел вообще посмотреть, чем вы тут занимаетесь. Чья-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-й. укусил комар малярийный. Когда она приехала в Украину, у неё там поднялась температура, ей, естественно, первое, что врачи сделали, как и везде, отправили на тест на коронавирус. Тест показал отрицательный. Ну и всё, и врачи, типа, мы больше не знаем, что это может быть, и доведение. И всё, и девочка умерла от малярии. Потому что у врачей все мозги задвинуты только на коронавирус. Я не знаю, Павел. Мне просто рассказали, откуда я знаю. В общем, вот так вот бывает. Ну, что самое на самом деле расстраивает с этим всем. Человек может не знать своей проблемы, от чего у него какие-то там симптомы. Всё списывают на коронавирус. Если у тебя не коронавирус, то ты живее живых получается. По сути, вот прочитав даже, что головная боль может быть свидетельством более ста заболеваний. И никто не может знать, что к чему. Может, человеку плохо, у него печень барахлит. Ему нужно обратиться. Может, он какие-то другие внутренние воды. Но не корона. Здравствуй, здоровый человек. В общем, только зарегистрировался на пациент.gov.pl, посмотреть, точно ли я на карантине, ещё я вообще не знаю. Посмотреть свои звонения лекарские. И звонит звонок, вот 13-11, что в тенгу двух минут я должен выслать этот селфи. Короче, перепаниковал. В течение двух минут появится задание, 30 минут на выполнение. Это уже вам тут рассказываю и бросил камеру. Вот. Так вот выглядит приложение. Делаем селфи. Снимаем. Окей, жмём. Высылаем. Закончить. Достоянно достаршённое оповедие. В общем, дальше на карантине сижу. Хотя кто-то мне сегодня кричал, что всё, я могу уже ходить гулять. Да позвони сынам ПТМ, это что-то иногда какая-то. Они про тебя могли забыть снять тебя с карантина. Ну, жду, завтра, значит, докажу. Мне-то что? Документы есть? всё подтверждение. Только только твой документ потом сгорит. Лучше сейчас тогда и вы распечатывай. Я же всё сохраню. Не трогай. Зайка! 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 Ребёнок всё зайца зовёт. Зайка! Второй день. Вот, подфутболила забавку, улетела. Зайка! Зайка! Где естешь? Зайка! Ты с вами ваша! Пришёл? Да! Пришла? Пришла? Да! Пришла? Чу-чу! Сдался! С новым тебе! Ты с вами зайка! Зайка! Всё! Теперь собирай свои игрушки, потому что вот эта ловушка уже не нужна. Раскидала тут всё на свете. Расскажи, что это с тобой? У нас... Как ты? Час уроды. Пилинг носа. Как-то приобщился к Алене. Просто тебе... Это я скорее к тебе приобщилась за компанию. Это твой надо нос чистить, а не мой. Я этим впервые пользуюсь. Не надо наговаривать. Ну так вот. Я так интересую. Подумайте тут. Я тут себе масочки покупаю. Довольно и радуешься. Ты мне там пойдёшь встать? Пасхальный кролик пробегал, сказал, карантин тут, сидишь дома, нечем заняться. Чё ждать Пасху? Вот тебе... Вау! Круто! Будешь рисованием заниматься. Класс! Я буду художником! Покажи, что ты. Ну, нарисуешь Париж? А что, полегче ничего не мог выбрать для начала? Моно Ризу? Ну да, например. Капец, а какие-то рисовать буду. Ну, если что, то нарисуешь вот такой вот. Как здесь. Рисуешь же люди, которые ни бы ни мы. в рисовании какие-то. Так что. Чё уж тут. Справишься. Не понимаешь? Ну, с той стороны руби, наверное. Холст этот не задеть. Ну, с той стороны руби, наверное. Холст этот не задеть. Картинку оставь. Ставлю, ставлю. Чё там ходит? Обычно в бедрёнке продают бедронки. Мамочка! Ты смеёшься? Я уже вижу. Здесь прояснится эльфиревая башня. Это что? Это Ева будет, наверное, на роду крашивать. Ну, краски. Это здесь, наверное, краски. Видишь? Пензелики есть. Всё есть. Вон, кисточки тоненькие, жирненькие. Даже по 10 гвоздик. Всё чётко. Ну, конечно, тут я не скажу, что тут разобраться можно, от чего, что начинать. Вот. Ну, вот этот вот этот. Туториал на ютубе, в помощь от чего начинать рисунки. Может, здесь что написано. Приготовь становись к одному рыванию. Записпечь стул по первым. Люб. Чё-то там. Цератон. Разложь фарбы и повезёшь. Ева сейчас придёт тебе помогать. Быстро тут нарисует. А где? Глаза боятся, руки держат. А где Мольберт? Мольберт. Мольберт тебе купить? Да. Нарисуешь первую картину, Мольберт куплю. Так что давай. Перед подписчиками ответственность держишь. Показать результат. Через месяц. Через месяц. До Пасхи. Конечно. Художник стартует. Первый мазок. Так что поддержите лайком начинание юного художника. В общем, пока Алёна тут рисует, хочу рассказать вам интересную историю о том, как я позвонил сегодня коллеге по работе. Оказывается, он на карантине. У него тест положительный. Практически ровно такие же симптомы, как у меня, но тест положительный. Конечно, пошутили с ним про то, как тест был у футболиста польской сборной. Наверное, кто знает эту историю. Да и в комментариях вы писали, там и Илон Маск сдавал четыре раза. Дважды положительный, дважды отрицательный. В общем, непонятно, как эти тесты показывают вообще. Но я почему-то еще на карантине, не знаю. То ли я должен связываться, чтобы меня снимали, то ли они должны. Но, во всяком случае, повторюсь, завтра врач со мной по телефону свяжется. Там все решим. Вот. Ну, позвонил, чего я ему позвонил, поговорили так. Попросил, чтобы работы чуть-чуть скинул с сервера. Попытаюсь, может, дома что-нибудь поделать. Вот. Алёнка тут рисует. Пойду займусь тогда чем заняться? Рыбкой? Угу. В общем, вот такого вот лосося вчера Алёна споймала. Я оговорил себе, походу, что будем готовить на гриле нашем, электрогриле. Но, наверное, мои понятия разошлись с понятиями Алёны. Наверное, она будет запекать, да? Угу. Надо было так. Но пока я займусь, наверное, приправлю. Перчик, соль. Дальше посмотрим. Итак, дело сделано. Теперь заворачиваем это всё в фолию, плёночку и в холодосик отдыхать. Что у нас там? Фолию. Художник занимается. Что это? Что это у тебя? Зайка. Спиворок твой? Не, зайка. Который в саду не пригодился. Не, зайка, и то и есть. Так. Так. Ложись. Покажись. Как ты спала. Залазь. Ещё лезь. Ну, а то уже ноги впритык. Нет. Покажи. Ой. 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 Что ты готовишь здесь? Ты готовишь здесь? Лопаток». Лопаток. Лопаток. médiас 1991 лопаток. 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 Запис. Лопаток. Был тогда, делlere. Ну, а что? Лопаток. Лопаток.